Долгое время считалось, что человеком, который разработал самбо, был только знаменитый Анатолий Харлампиев. Однако совсем недавно выяснилось, что у истоков самбо стояли несколько человек. Мы нашли редкие документы, из которых понятно, что у самбо очень запутанная, но очень интересная история. Подлинная история советского самбо и неизвестные приемы этого единоборства изучал Юрий Кормушин. В 1947 году в Советском Союзе был опубликован очерк писателя Рахтанова «История самбо». В нем рассказывалось о том, как из национальных видов борьбы республик СССР талантливым исследователем и спортсменом Анатолием Харлампиевым была создана принципиально новая система единоборства – самбо. Рассказ Рахтанова стал настолько популярен в СССР, что по мотивам этого отчерка впоследствии сняли фильм «Непобедимый», в котором главную роль сыграл актер Андрей Ростольский. Самбо в Советском Союзе стало невероятно популярным. Однако, когда СССР перестал существовать, то стали известными факты, которые свидетельствовали о том, что советскую систему единоборства и самозащиты создавал не только Анатолий Харлампиев, но и ряд других крупных специалистов и энтузиастов борьбы. Оказалось, что были забыты и вычеркнуты из истории самбо такие личности, как Виктор Афанасьевич Спиридонов, Василий Ощепков, Нил Азнобишин и другие. Кроме того, история о том, что самбо было создано только из национальных видов борьбы Союза Советских Социалистических Республик, оказалась вымышленной. Стало очевидным, что английский бокс, французский сават, японское дзюдо и другие чуждые социалистические идеологии единоборства буржуазных стран сыграли огромную роль в становлении советского самбо. Сейчас я покажу некоторые приемы, которые рекомендовали в 30-е годы 20-го века первопроходцы отечественной системы самозащиты. От револьвера предлагалось защищаться вот таким образом. Угроза оружием. Нужно было поднять руки. Резким движением отвести револьвер от себя. Перехватить вооруженную руку, ударить кулаком сверху шею, горло. И бросить нападающего на борт. Еще одна техника. Ей обучали сотрудников советской милиции до Великой Отечественной войны. Удар ножом. Смотрите, детали этой техники. На удар ножом необходимо было подставить руку. Потом соорудить вот такой болевой контроль. И бросить нападающего на землю. И отобрать. Над созданием отечественной системы самозащиты начинали работать несколько крупных по тому времени специалистов в единоборствах, имена которых в советское время были преданы забвению. Один из первых таких энтузиастов был Иван Лебедев. Лебедев – легендарная фигура в становлении отечественной школы борьбы. Несмотря на то, что в основной своей деятельности Лебедев был крупнейшим арбитром и организатором чемпионатов французской борьбы. Так тогда называлась греко-римская или классическая борьба. Лебедев активно работал над созданием оригинальной системы самозащиты. Сохранилось дореволюционное издание книги Лебедева, в которой демонстрировались приемы рукопашного боя и задержания для полицейских. По сути, это и был первый шаг в создании первой отечественной системы самозащиты. Вот такие приемы еще до Октябрьской революции в России преподавал Иван Лебедев, пионер отечественной системы самозащиты. Вот такой прием. Обратите внимание, что городовой на удар, размашистый удар рукой, в которую мог быть нож, ставил вот такую защиту, подходил на близкое расстояние, перехватывал руку и зажимал правонарушителя вот в такой замок. Наверное, такой прием был эффективен, особенно если учесть, что городовые были очень рослыми и обладали неюжной силой. Вот с таких приемов все начиналось. Еще одним человеком, которого, как говорят, забыли когда-то упомянуть в советской истории самбо, был Василий Сергеевич Ощепков. Это уникальный человек, который был одним из первых европейцев, удостоенный мастерской степени в японском дзюдо. Разведчик, талантливый спортсмен Ощепков прошел обучение в Кадакане, главном центре японского дзюдо в Токио. По возвращению на родину, Василий Сергеевич начал активно пропагандировать дзюдо в Советском Союзе, проводя показательные выступления и регулярные обучающие занятия. По сути, Ощепков заложил основу советской системы самозащиты без оружия, переработав в многие приемы дзюдо, которые до сих пор применяются в спортивном и боевом самбо. Однако, несмотря на то, что деятельность Ощепкова была очень плодотворной и пользовалась популярностью, судьба Василия Сергеевича сложилась трагично. В 1937 году, обвиненный в шпионаже, Ощепков был арестован и умер в застенках бутырской тюрьмы. Вот приемы Василия Ощепкова, которые до сих пор применяются в системе самбо. На самом деле, это универсальная техника, которая позволяет защищаться от любого оружия, от дубинки, от ножа и от револьвера. Суть ее в следующем. Смотрите, двумя руками я захватываю вооруженную руку противника и поднимаю ее наверх. Вот так. И потом перевожу на болевой прием. При желании руку противника можно повредить и отобрать оружие. Вот так. Теперь мы знаем, что самбо было создано усилиями целого ряда специалистов, которые по традициям советского времени были преданы забвению. Причины, очевидно, были разными. Однако все тайное когда-то всегда становится явным. И поэтому сегодня имена Лебедева, Ощепкова, Спиридонова, Ознобишина и многих других стали известны. И любой, кто интересуется созданием самбо, может узнать историю этой уникальной отечественной системы. Сегодня самбо – универсальное единоборство. В него входит все лучшее, что практикуется в боевых искусствах мира. И поэтому на многих бойцовских турнирах чемпионами часто становятся именно самбисты, которые доказывают своими победами преимущество отечественной системы самообороны без оружия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова